Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня новость для тех, кто ждал на продажу про джету 46, но мне почему-то кажется, что вы ее ожидали явно не по такому ценнику, за который ее выставили на продажу. Выставили машинку на продажу исключительно за реалмани, предложение за голду нет. И в отношении ценника за реалмани он меня, честно говоря, очень сильно смутил. Почему? Потому что 15 баксов, ребят, 15 баксов за набор в виде проджетки 46. Смотрите, в набор входит сама машинка, 14 дней према, что довольно-таки приятно, довольно актуально, с учетом того, что сейчас начнется ивент и многие из нас будут играть каждый день. Соответственно, будете параллельно себе еще и фармить довольно неплохо. Что же касается вот этой вот дребедухи в виде обвеса, эмоционального этого, мне, честно говоря, этот обвес очень сильно не нравится. Он есть у меня на одной из машин. И прикол заключается в том, что его видят только ваши соперники, но, как правило, на него никто не обращает внимания. Вы же видите только вот такую вот маленькую-маленькую часть, которая светится, ну, там, совсем чутка. Ну и в бою, честно говоря, вы не особо обращаете внимание на то, что он отображает. Поэтому, что касается этого эмоционального прожектора, мне, честно говоря, что есть, что нет. Что касается камуфляжа, камуфляж довольно прикольный. Ну, то есть, что-то в нем, безусловно, есть. Интересно машинка выглядит, довольно прикольно. Периодически там становятся ярче полосы шрама. Но мне тоже, опять-таки, как там ровно на этот камуфляж. По одной простой причине, потому что у меня стоит камуфляжик другой, и меня он вполне устраивает. Очень даже таки себе нормально смотрится. Поэтому особой ценностью я не могу считать данный камуфляж, который положили в наборе. Хотя, тоже большое спасибо. Короче говоря, насыпали всего, чего только не лень. Что касается аватаров, я их вообще не признаю, поэтому даже не буду заострять внимание. Есть X5, ребят, в количестве 25 штук. И поверьте, на параджете 46 они реализуются очень-таки себе даже приятно. И вы сможете себе получить альтернативный опыт, который потратите на поднятие опыта экипажей на определенных видах техники. Что касается бустерочков, насыпали щедро по 25 бустерочков каждого вида, понятное дело, кроме голды и перезарядки оборудования. Эпически, спасибо большое. Действительно, вещь нужная, особенно для тех, кто хочет пофармить серебруху, свободку, ну, либо опыт экипажа на каких-то машинах. Короче говоря, ребят, действительно прикольно. Открытое все оборудование, за что отдельное спасибо. На восьмом левеле ценник, ну, не то чтобы сильно кусался, но уже не такой маленький, как и уровнями ниже. Поэтому большое спасибо за открытое оборудование. Соответственно, слот в ангаре. Короче говоря, ребят, 15 баксов. По моим подсчетам, 15 баксов, если грамотно донатить, это 15 тысяч золота. Кто не верит, вот, пожалуйста, в видео есть такие предложения. Они порой выскакивают. Мне они выскакивают довольно часто на разных аккаунтах. Именно таким образом я и провожу донаты в игру, для того, чтобы максимально выгодно донатить. Поэтому, ребятки, 15 тысяч золота за весь этот набор. С учетом того, что, в принципе, Projetka 46 имеет золотую цену на сегодняшний день где-то в 7,5 тысяч золота. Таким образом, 7,5 тысяч золота сдачи вы тратите на все, что вам положили в комплекте. Нравится вам такой подход или не нравится, тратить или не тратить, безусловно, выбор за вами. Я же, честно говоря, считаю, что 15 баксов это очень дорого. Я думаю, что Projetka будет на новогоднем аукционе. Это мое предположение. Это непроверенная информация, чтобы потом никто не обижался. Просто Projetka довольно популярная машина. Многие ее хотят, многие на нее копили деньги и до сих пор продолжают копить. Кто не успел купить в моменты, когда она выставлялась на продажу за голду. Кстати, ребятки, вот ссылочка на обзор на Projetka 46. Можете посмотреть дополнительные каточки. Я же сейчас просто заеду на одну катку для того, чтобы показать вам, какая машина в средних руках. На моем канале вы можете найти исключительно честные обзоры на технику. Я ничего не приукрашаю. Я не рекламирую никакие товары в магазинах. И я никогда не буду рекомендовать вам приобрести что-либо, что потенциально может вас расстроить. Поэтому, ребятки, если вы за честность, если вы за честные обзоры, если вы хотите знать, какой будет техника в ваших руках, если вы среднестатистический игрок, подписывайтесь на мой канал. Ну и, соответственно, смотрите мои обзоры. Я считаю, что смотреть обзор от именитого ютубера, в котором он вырезает самые классные, красивые моменты и говорит о том, что вот так вот машинка играется, это не есть честным по отношению к зрителю и не есть честным по отношению к машине. Потому что не все машины имбы. И даже на имбе, заезжая в бой, вас тоже могут начать разбирать, вас могут начать выносить в ангар. Ну и, соответственно, если вы купите себе такую машинку и с вами такое начнет происходить, вы можете очень сильно расстроиться, что потратили свое золото не туда, куда хотели, но уж тем более реалмани. Так, братки, не знаю, как себе сейчас найти место в данном бою. Дело в том, что наши ребята почему-то решили не форсировать точку С. Не знаю, насколько это было грамотное решение с их стороны. Мне же остается только пытаться подстроиться под них самому. Лезть туда на рожон, желания не было абсолютно никакого. Соответственно, решил немножечко выждать временем для того, чтобы можно было заехать в какое-нибудь укромное место и реализовать свой барабан. Как долго бы не находилась Проджетка в игре, кто-то скажет, что Проджета уже подустарела. Я вам скажу, ребят, так. Безусловно, ажиотаж по поводу машинки, он спал. Спал существенно. Но, ребят, машинка продолжает, продолжает играть просто таким шикарными красками. Продолжает доставлять море, море, ребят, удовольствия в игре. Вы продолжаете быть полезным в игре на данной машине. Что бы в бою не происходило, в любом случае, толк от вас однозначно будет. Вот сейчас было очень удивительно, что я не закинул в ПТшечку. Вот серьезно, я очень сильно удивлен, как она так попала не туда, куда я целился. Но, в любом случае, свою задачу продолжаю реализовывать. И уверен, что приблизительно так же будет машинка играться в ваших руках, если у вас приблизительно 50% побед. Именно этим, ребят, мне Проджетка и нравится, что на ней может отыгрывать практически каждый. Вам нет необходимости иметь суперскилла для того, чтобы на ней играть. Вам просто необходимо иметь желание заехать в бой и попытаться сделать что-то годное. Брони у машины нет, поэтому говорить о том, что вы можете вот так вот ворваться самостоятельно куда-то и разносить всех в щепки, нет, ребят. Так не получится, потому что тычки в виде сдачи от ваших соперников вы получать будете однозначно. Но что вы однозначно сможете делать в бою, так это вы сможете добирать противников, которые, допустим, подбитые, да, как сейчас, таким образом минусовать стволы и приближать победу. Вы сможете накидывать урон довольно накисло. И связано это все с тем, что просто безумное время перезарядки для орудия, которое имеет систему дозарядки. Вот он, ребят, первый и, я бы сказал, показательный бой для данной машинки. И второй бой играть не буду по одной простой причине, потому что прога в моих руках играется так постоянно. И это подтверждает видео, которое есть на моем канале. Машинка очень годная, очень приятная. 2580 единиц урона, два фрага, знак классности второй степени. Что касается фарма, то с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, 85500 серебром. Я считаю, что для восьмого левела это очень, очень годная циферка. Что касается результативности в команде, я гордо занимаю первое место, чему безумно рад. Так что, ребятушки, покупать или не покупать, безусловно, решение за вами. 15 баксов, как говорится, на дороге не валяются. И 15 тысяч голды это тоже довольно-таки существенный ценник для этого набора. Я бы рекомендовал воздержаться, задонатить на голду, дождаться новогоднего аукциона. И даст бог, проджетка будет там на продаже. В конце концов, проджета периодически появляется на продажу за голду. И просто так, вне каких-то там новогодних ивентов, я не знаю, аукционов и так далее. Прогу можно периодически купить просто через магазин. Поэтому, моя вам рекомендация, лучше приберегите свои 15 баксов на донат на голдишку. И, соответственно, потом на более выгодных условиях купите себе данный великолепный, по моему скромному мнению, аппарат. На данный момент у меня все. Это был абсолютно честный обзор предложения за 15 баксов. Если вы за честный обзор и подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну и у кого есть возможность, кидайте донатики на развитие канала. Я очень хочу, чтобы канал развивался, я хочу создать канал, на котором люди будут получать честную информацию о том, какая машина на самом деле и какой товар в магазине действительно имеет ценность и необходимость приобретению. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира. Ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.